Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, и Церковь в этот день предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из соборного послания святого апостола Иакова. Вторая глава, стихи с 1 по 13, и вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете, «Ты стань там или сади здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? «Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного, не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». «Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Ибо суд без милости не оказавшему милости, милость превозносится над судом». Итак, дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение соборного послания святого апостола Иакова. Сегодняшний отрывок говорит о лицеприятном отношении в общине. И если в предыдущей, первой главе, было очень много императива, то есть повелительного наклонения, некого такого призыва к тем общинам, к которым обращается апостол Иаков, то здесь тон меняется. Заметьте, каждый какой-то отрывок, какая-то тема отделяется от другого текста призывом, обращением. «Братья мои». Также здесь мы видим вот это отделение предыдущей темы, предыдущего императива и переход к нарративу, то есть к некому такому повествованию. Повелительные призывы сменяются повествованием и очень яркими образами, которые предлагает апостол Иаков. И так он обращается к адресатам своего соборного послания и говорит, «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». И весь этот отрывок сегодняшний можно поделить на три части. Это обозначение проблемы, это приветствие, обозначение проблемы и повествование. Дальше. Рассуждение, общее рассуждение на тему богатых и бедных и приведение некоторых примеров. И вот все эти три раздела, они связаны одним словом. В каждом из этих отделов звучит это слово «лицеприятие» или «поступать с лицеприятием». И апостол рассуждает на эту тему, на проблему, проблему разделения богатых и бедных, которая существовала всегда, в общине. И эта тема очень важна, потому что здесь апостол Иаков говорит о притесняемых, о бедных, и говорит, кого мы должны считать такими бедными. Он не говорит здесь о бедности, как о социальном классе и о социальной проблеме. Он говорит в несколько ином контексте. Сейчас мы увидим, в каком. Итак, здесь он также утверждает в первом стихе, что мы должны иметь веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы. Также можно перевести более дословно и сказать, что нашего Господа, который имеет славу, который в славе Божией. И здесь говорится о том, что равна честность поклонения как Богу, так и Иисусу. Эта же тема звучит у апостола Павла. Часто бывает, что апостол Иакова и апостола Павла пытаются разделить, говоря о том, что один говорит о вере, другой говорит о делах, но мы видим, что они пользуются одними и теми же терминами, которые существовали в общине Христовой. Поэтому они говорят об одном и том же, но с разных ракурсов. Вот и все. Нет никакого разделения. Есть просто разный ракурс на одно и то же. Поэтому не нужно разделять апостола Иакова и апостола Павла. Ибо если в собрании ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. Очень интересно, что у нас переведено в скудной одежде, в оригинале стоит в грязной одежде. И сам факт того, что апостол так хорошо описывает богатого человека и всего одно слово говорит о бедном, говорит о том, что бедность была всем понятна. Это было наглядно видно. И бедного характеризует именно его одежда. Заметьте. Одежда играла в свое время очень большое значение. Не как в современном мире. Можно купить дорогую одежду в кредит, условно говоря. И люди будут думать, что ты представитель какого-то, так сказать, зажиточного сословия, слоя общества. А на самом деле это будет не так. В древности это было невозможно. И по одежде определяли очень много, глядя на одежду человека. И бедные, как тогда, так и сегодня, они вынуждены экономить на одежде. Поэтому бедного характеризует именно скудость его одежда. Но здесь в оригинале стоит слово грязность его одежды. Грязная одежда. Итак, в общину входит, в здание, в храм, в синагогу входит богатый человек и бедный человек. Обратите внимание, что внимание было уделено и тому, и другому. И тот, и другой получил свою порцию внимания. Разница лишь в том, в качестве этого внимания. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему. Итак, как обратили внимание на богатого? Тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там или сади здесь у ног моих. Это обращение ты, оно на самом деле стоит и к богатому. И что сказано? Тебе хорошо сесть здесь, это богатому. А что сказано бедному? Иди стань. То есть, будь стоя, либо же сади здесь у ног моих. Места для моления, которые были в Иерусалиме у первых христиан, потому что многие христиане сначала, иудеи, и христиане собирались в синагогах, они были несколько иной структуры, базиликальной, больше, нежели современные храмы. И когда человек приходил, он мог садиться, были какие-то места, были стоячие, сидячие места, и служба могла проходить часами. И наряду с тем, что кто-то мог сидеть, а кто-то стоять, это было, конечно же, несправедливо. И предлагать стоячее место было тоже неуместно. То есть, такое сразу унижение какого-то бедного, некая такая градация в храме. И он говорит о том, что богатый должен сесть где-то рядом, где-то на каком-то хорошем месте, а бедный, он либо где-то должен встать и все время стоять, либо сесть у ног, что означает, а скамейки эти стояли, седалище на возвышенности, где люди могли сидеть, такой амфитеатр. И человек должен садиться внизу, находясь как бы у ног другого человека, что в ветхозаветной традиции люди ходили по дорогам, а дороги оскверняли животными. И находиться у ног человека, это было с культурной точки зрения неприлично, потому что ноги были осквернены. Поэтому в каждом доме были чашели ритуального омовения. Вспомните Евангелие, как множество раз Господу Иисусу омывают ноги, а кто-то не омывает ноги. Поэтому сесть у ног – это было неким таким унижением. И далее апостол рассуждает на тему того, что есть притесняемые бедные, есть притесняющие богатые, и если мы поступаем с лицеприятием, то творим зло. А если мы хотим угодить каждому, и бедному, и богатому, пользуясь золотым нравственным правилом, поступать так, как ты хотел бы, чтобы поступали к тебе, и то поступая так с людьми по любви своей, то доброе творите, говорит апостол. А если так не поступаете, то это зло и лицеприятие. Поэтому, дорогие братья и сестры, не будем лицеприятны, будем справедливы и милосердны к ближнему, несмотря на его статус в нашей земной жизни. Потому что у Бога, как мы знаем, свое видение, и он смотрит на сердце человека, а не на его кошелек. Поэтому будем молиться, и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе, и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решение небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова